Девчонки, всем привет! Я сейчас еду на съемку. Хотела вам показать, какая я смешная девчонка. Кстати, была до этого на макияже, укладки красивые из меня сделали. Заранее собрала чемодан с одеждой. И хочу сказать, что дешевит меня и мой образ. Это вот это. Пофигизм таким вещам. Возможно, это хорошо. Делает из меня такого человека простого, но при этом вызвала себе девочки бизнес-класс такси. Наверное, он сейчас такой спичат. Где твоя Луи Витон, моя хорошая? Ну, извините. Девчонки, всем привет! Всем приветик! Пока меня не было в Москве, эта женщина открыла свою студию здесь, представляете? Поэтому пришли снимать О. А эта женщина тоже молодец пришла. Пойдемте. Так, девочки. Поп-стар. Отлично. Вау. Проходить. Здесь включена печка, но если она вам не нужна, то ее можно выключить. Ну, светло хорошо в целом. Я переживала, будет хуже. Я переживала, каждый раз, когда светеет. Но на фотографиях, если что, получается даже светлее. Я настолько уже прографировала, что точно знаю, что получается светлее. Ой, а колокольчик просыпала. Ну, я думаю, что она нам не нужна, да. Если можно, как раз она упала, пусть все тогда. Елочку мы можем продвинуть. А ты на поле, да? Вообще, тема. Подготовка идет полным ходом, девочки. Обустраиваемся. Это вам. Спасибо. Вы когда-нибудь такие пробовали? Да, я пробовала. Спасибо. Я хотела угостить, чтобы вы такие не пробовали. И такие, вау, это самое лучшее. Я пробовала. Я люблю такое, ты знаешь. Ну да. Мы часто вместе, и мы очень давно. Спасибо. Да, нет. О, здравствуйте. У нас здесь товарищ генерал пришел проверять, что мы здесь снимаем. Режиссер. Их очень много сейчас и по Москве, и, я уверена, по другим каким-то большим городам. Они отличаются от обычных студий тем, что здесь все сделано как дома. И то, что мы пришли сейчас в студию, не означает, что то, что мы сейчас вам расскажем, будет действительно только для студий. Нет, это скорее нам просто удобно здесь снимать, для вас урок, но это может быть любое пространство, любой дом, любой кафе, любой вообще интерьер, отель, что угодно, где угодно, у подруги дома пришли, пофоткались. В общем, здесь есть все для этого, и диван, и кресло, и стол со стульями, зеркала. Так что покажем вам здесь, на примере мобильной такой фотостудии, как делать контент, а там вы уже сами будете решать, где конкретно вы будете делать. Вот, получился такой кроп-слитер. Я располагаюсь на диване, начинаем, наверное, с каких-то обычных постов, потом, если что, я начну творчеством заниматься. Так, мы это закончили. Кстати, ребят, всем привет! Мы перенеслись в такую студию, точнее, в студию тоже, в другой зал. И сейчас уже 4.30, я думаю, на максимум 15 минут мы заканчиваем здесь. Очень хорошо получается, смотрите, пожалуйста. Какие фотографии делаем. Пожалуйста, вот успевайте смотреть. Успеваете? А вы не успели. Я домотала до начала. Сколько мы сделали фотографий за последние 2 дня? Наверное, 5 тысяч? Да. Не больше. Но я не буду это делать, поэтому классно. Так, до свидания, администраторка. Хорошего дня! На всякий случай скажу, Катя не работает здесь администратором, это ее студия. Всем буду говорить, потому что кто-то, может, знаешь, перестал следить. Нет, девочки, не скатилась. Поднялась, поднялась, девочки. Ну все, пока, смотрите, как красиво. До свидания. Наверное, мы не вместимся, поэтому пока. Спасибо большое, очень было классно. Что-то я забыла попрощаться нормально. Ну ладно. Так, тебе тоже спасибо большое. Это Мари, наш контент-креатор, спикер. Она очень классная и... У меня еда. И у нее еда. И она беременная на седьмом месяце и работает для нас так, как будто очень не беременна и налегке. Мы закончили 5 часов, сегодня мы прям молодцы. Позавчера закончили в 12, сейчас в 5. Но мы и начали раньше. Пару дней назад в сторис я говорила о том, что мой язык любви, это когда мой муж со мной приезжает и забирает меня или отвозит. Вот. Все это сейчас происходит в действии. Ну, конечно, мы недалеко здесь живем, минут 10 ехать, но все равно, очень приятно. Такси можно, да, но вот это вот гораздо круче. Че, как сегодня сынок чувствует себя? Я сегодня так отлично из дома поработал. Да? Ну, я не знаю, вот с утра он, во-первых, очень долго спал, он разбудил меня рано, сам через час уснул. Я успел очень много всего поделать. Потом мама пришла, помогала с ним. Я даже, знаешь, немного отвлекся от работы, сделал нам семгу с рисом. Сейчас ты будешь покушаешь. Итак, знаешь, размеренно работал. Я сегодня на звонках был. Завтра вот назначил пару встреч. У меня с утра массаж в 12, потом поеду по встрече. Хорошо живешь, а сыночек как, его глаз как? Он отлично, он все уже. Даже вечером, он сейчас? Да, он все. Ох, слава богу. Девочки, это такой ужас, когда у тебя у сына какой-то, вот буквально чуть-чуть что-то его беспокоит. Царапина маленькая. Это просто для меня целое дело. И так переживала. Вчера весь день красный был глаз у него. Ну, врач по интернету просто предположила, без осмотра, да, что, возможно, что-то попало или ресничка загнулась. И прям, ну, ему было дискомфортно. А сейчас прошло. И знаете, что мы сделали? Я говорю, нет, не будем этого делать вчера. А в итоге прогнулась, так сказать, под мнением большинства. И мне все говорили, типа, молока туда надо грудного налить. Это, типа, обеззаразит все дела. Я спрашивала как-то у врача, типа, правда ли это. Она сказала, что, ну, в целом нет, ну, ничего плохого не случится, если вы реально туда попадете молоком, покапаете. Так что, в целом, можете попробовать сделать. Но это как бы не помогает. Но многие говорят, что помогает. Просто это как народное средство, как, ну, вот, я не знаю, просто может помогает, может нет. Но что-то вот изменилось. Просто за ночь пропало. И это очень кайфово, потому что я вчера прям страдала. У него сейчас зубки снова лезут. Он прям иногда ночью встает, плачет. В эти моменты я просто его готова съесть, скушать. Он такой нежный становится. Он прям обнимает. Он прям так чувственно. Вот прям вот такая булочка. Реально, в эти моменты ты своего ребенка, когда он, ну, страдает как-то, любишь еще тысячу раз сильнее, честно. Да, он такой милый. Он, когда сегодня проснулся, после утреннего, да, когда он ушел на сон, он проснулся, такой теплый, знаешь, молочный, молочный такой, он еще щеку отлежал. И вот ты прикоснулся такой, а он еще ее не убирает. И знаешь, так на тебя кладет в эти моменты, просто думаешь, что за мед. Весь мир, да, просто в этом, вот это чувство потрясающее. Да, он сегодня вообще такой милый был, вообще не капризный, вообще. Мама дала молока ему, кашу сварила. Сейчас вот проснулся, кстати, перед тем, как я приехала. Ну, я надеюсь, сейчас потерпит. И я его сразу покормлю, а то я сцеживатель с собой не взяла, поэтому мне, конечно, ну, не знаю, такими темпами, вот сколько я его не кормила? С 11. 6 часов почти. Пропадет ли молоко, если такие перерывы делаю? Ну, я сейчас приду, одну сцежу сразу, одну ему дам. По идее, как бы, расход есть. Говорят же, молоко прекращается, когда расхода нет, то есть особо не исчезает молоко. Но тут, как бы, да, может быть, не каждые три часа, но в целом... То есть, получается, был перерыв 6 часов, но сразу из двух я вытащу молочко. Ну, ладно, это все вообще-то не важно. Просто это такие схемы, девочки. Это очень сложные хитроспретения, которые порой иногда очень путают тебя. Сейчас я иду домой, и что вы думаете, буду ли я там отдыхать? Нет, не буду. У меня сейчас будет в плане съемка двух рекламных интеграций и двух серий сториз. Ну, это не прям сложно, просто надо сесть и сделать. Вот, а потом уже, не знаю, вечерочком буду переносить сегодняшние снимки записи экрана. И обрабатывать фотки. Холодное вино в холодильнике тебя ждет. Это, конечно, классно, но я не умею. Ну, может, бокальчик выпью. Ну, бокальчик у нас, конечно, ничего не дает. Дает, слабо он все равно. Ну, просто какое-то ощущение взрослой жизни. Такое, типа, я молодец, я поработал, я заслужил какой-то напиток, который прикольно делает. Я удивлена. Во мне реально много сейчас какой-то энергии вот такой, хотя вроде рано встала. Вообще, последние дни, после моего такого депрессивного настроя на пару дней, пошел какой-то энергетический поток в меня. Делаем, делаем без конца. Что-то. Что сказать? Ну, что сказать? Ну, что сказать? Устроились, так люди желают знать, желают знать. Девочки. Сейчас я сразу руки помою, чтобы я зацеловаться. Скучал. 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 А, не, не будь. Скучал. Или даже не заметил, может быть. Ты не заметил, что я ушла? Скази тесно. Ай, сладость моя. Ну, что за чудо? И что, ты даже не будешь радоваться, кричать маме? Монте. Монте. Вот оно счастье, девочки. Прийти к Булочке и целовать его, целовать долго-долго. Это что, пуговица? Да. Такой уже сообразительный. Что, уже маме на маму все равно? На пол хочешь? Ну, иди. Мяу. 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 Че еще есть? Мееее. Мееее. В последнее время он, когда меня видит, очень радуется. Только я выхожу из комнаты, он сразу уходит ко мне. Это булочка такой прикольный. Ты уже меня узнаешь давно, да? Мам, хочу с тобой быть. Ну все, я пошла. Пока-пока. Пока, Лена. Пока-пока. Пока. Нет, не будешь спрощаться? Пока. Ее палец в этот момент. Мне кажется, он спать хочет. Давай, Аславушка. У нас минутка любви к нашему синочку. Мы остались втроем. И у нас будет шикарный вечер вместе. Семейный вечер с сыном. С мужем и женой. Четвером было бы не шикарно. Это сейчас провокация. Провокация. Просто мамоска была у нас тут тоже бешикарно. Просто я думаю, ты согласишься со мной, что когда мы втроем, это... Идиллия. Какая-то, ну, наша семейная идиллия. Все равно. Ой, как это все равно. Я обожаю тебя. Да, сильно. И что? Это какое-то невероятное чувство, когда, типа, тебя нет в комнате, ты появляешься, и он такой... Он такой радостный сразу. Погнали кушать. Мой муж сегодня приготовил рыбу, рис, и откроет мне сейчас бутылку вина. Я сделала 4 интеграции. Спасибо, что смотрите рекламу. Благодаря вам я существую. И реклама на канале, соответственно, тоже существует. И мне, как бы, еще работать на сегодня не все. Но это будет скучно. Работай за ноутбуком, и я смогу рядом обнимать тебя и вот так вот делать. Ты рад? Что с настроением? Атакуй! Дай, 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 дай. Пока! Пока! Цап-цап. Покажи что-нибудь. Цап-цап. Хлоп-хлоп. Ну и ладно, не надо показывать. Не хочет, не надо. Итак, Оск подогрел еду. Покажи. Как красиво ты сделал. Опа! Страшно, да-да? Страшно, скази. Мама, очень страшно, не так не делай. Тебе тоже рыбку дадим чуть-чуть. Да. Ой, оживили. Вот так. О! Вкусненько, конечно. Но подожди. Мамочка, подключите. Я его на кресло посажу. Нет, я хочу вот так. Рис. Ммм, вкусненько, да, мамочка? Конечно, подогревать любую еду это уже плохо. Вообще, я не соглашусь. Кстати, где вишенка на торте была? Ага. Все. Тюн-тюрюн-тюрюн-тюрюн. Тюн-тюн-тюн. Чин-чин. Кстати, как вы видите, не совсем у нас все-таки самоприкорм. У нас какая-то вообще мишенина. Просто даю ему со своей тарелки. Кормлю сама. Потом он сам ему тоже кушает, конечно. Ну, то есть, как будто бы я отошла от идеи самоприкорм и точка. Я просто живу как кайф. И даю еду как кайф. Я, например, даю ему сейчас очень маленькие кусочки. Он не может взять их так. Если я ему должна давать, то я должна давать пальчики. А пальчиками я не могу сейчас дать. Я могу дать только маленькими кусочками. Что тебе, рыбу не давать? Давай чин-чин. Спасибо за ужин, за тебя, за меня и за него. Хорошая. Налили бы мне такой ресторанин за 2000 рублей в бокалы. Я бы сказала, да, стоит того. Она стоит 1400. Ну, за бутылку. Он начал очень охотно есть. Вот особенно с нашей тарелки. Рыба, мясо. Вот это все он очень любит. И, кстати, мы теперь часто даем ему кашу. Детскую разводишь с молоком. Ой, с водой точнее. И он отлично ее ест. Она даже заменяет ему целое кормление. То есть он может съесть кашу и 2-3 часа не быть голодным после нее. Я не даю ему, потому что рис показался мне слишком каким-то соленым. Ему такое нельзя. А рыба с середины как бы даю, потому что нормально. С серединки нормально. Там никаких этих нет. Сам хочешь? Сам взял. Девочки. Пульт в руках, значит, в телек смотрю. Чипсы. И один потрясающий вокал полагается мне за хорошую работу. Обалдем с сыночком. Он где-то здесь ползает. Охотится за моими чипсами. Я говорю, ему нельзя. Муж рядом. Но он не смотрит звезды в Африке. Он просто рядом. Да, мы сейчас купаться пойдем. Ура, купаться! Я вот думаю, какая у Монтика жизнь. Он просыпается для того, чтобы стоять, ползать, сидеть, кушать, потом опять спать. Ну, самая прекрасная жизнь. Самая прекрасная жизнь, да? Никаких вообще проблем, да, солнышко? Не, ну как бы в целом мало чем отличается от нашей с тобой жизни. Мы тоже просыпаемся, чтобы три раза покушать, выпить кофе и лечь спать. С другой стороны, мы уже можем работать с информацией, общаться, рассуждать, слушать. А он просто... У него другие кайфы. Он нас любит, он нас слушает, он пытается изучать этот мир. Ну, то есть, в каждом возрасте свои какие-то кайфы-кайфули. Плаченые перегтейки. Тут пришел новый человек, Омах, прекрасно, прекрасно. Зампытые стеклянные... Я все... Это жесть, правда. Неприятно сидеть на стуле под таким зампутым пространством. Всем большой привет от нашей дружной семьи. Папа, конечно, в кадре нет, но он скоро придет. Посмотрите на эту булочку сладкую. А! Ой! Да, я держу 11 килограмм одной рукой и разговариваю еще на камеру. Я силач. Передаю. Всем привет! У нас солнце, по-моему, в первый раз за ноябрь, девочки и мальчики. Я вообще в шоке. Поэтому, так как еще сегодня суббота... Я давно не видел, смотри. Привет! Привет! И солнышко, мы решили гулять сегодня весь день. Он только проснулся, поэтому извините его бездействие. Вот, сегодня план такой. Завтрак в любимом ресторане, прогулка где-нибудь. Кусает папину сечку. Вот, а потом пойдем гулять и в торговый центр на небольшой шопинг. Планируем взять вас с собой. Ну, а сейчас сценарий уже вам известный. Шаксука в мираки! Уничтожитель огурцов в деле. Уже, смотрите, третий дали. Вот, что он с ними делает. С обеих сторон кусает, и потом новый даем. Он прям кайкует хорошо. Посмотрите. У него прям клыки лезут, и он ими чешет. Они еще такие холодные, эти огурчики. А, солнышко мое. Я так мечтала, чтобы он ел с интересом. И вот, наконец-то. Наконец-то он сейчас, вот, ему сколько? Девять. Только, мне кажется, начал проявлять интерес к еде активно. Так, девочки. Ну, приятного нам аппетита. Сейчас еще ему яичко принесут отварное. Вообще будет балдеж. Девочки, смотрите, как он кушает яйцо. Во-первых, он уже съел четвертинку. Но, когда включила камеру, конечно, этот стол ему кажется интересней. Спасибо большое. У него в руках еще часть. Да, я его буду. Важно, на самом деле, не питать. Ты держишь еду? Если он реально хочет, то он придает. Да, это важно, кстати. Он видит ее, потому что не надо за ним тянуться, ему там рот запихивать. Вот он видит ее. Если он хочет, то он сам придет. Вот, 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 он идет, идет, солнышко. Ой, открывает рот. О, господи. Такой взрослый мальчик. Ты такой уже умный. Да, покажи всем, что у тебя во рту. То есть не надо вот эти движения вот так делать. Ты просто герой папа. Самый лучший папа. Дэйди. И муж. Самый лучший. Да. Девочки, мы приехали в музеон. И наш малыш снова в машине. У нас получилось его переложить в коляску. И это такой кайф, такой балдеж. Он сейчас будет так сладко спать на природе. Это делает меня максимально счастливой. Почему мы так редко гуляем? Причем, знаете, когда мы приехали в Москву, у меня был вишлист мест, куда я хочу сходить. Это я вам уже рассказывала Патрики, Парк Горького, Музеон, какие-то торговые центры типа Афимола. И я вот очень медленно иду по этому списку. То есть только сейчас я дошла до Музеона. Я уже была в Парке Горького, в Атриуме. Ну, короче, небольшой список, если честно, на Патриках была. Но сегодня мы закроем две мои хотелки. Это Музеон и вторая хотелка, поедем в Афимол. Я люблю очень этот торговый центр, но не была в нём давно. Ну, потому что мы далеко живём, и, конечно, легче всегда поехать туда, где ты, ну, живёшь поближе, так, к торговому центру какой-нибудь. Ещё такое солнце сегодня, небо голубое. Это такой кайф, когда зимой такая погода. Ещё не зима, но вы поняли. А ещё у нас вот такие штучки есть. Можем греть ручку. Романтично? Да, в такие моменты чувствуешь себя как раз счастливым. И как будто бы и живёшь. Музыон, сладкий, это прогулка для тебя. Когда гуляешь, конечно, чувствуешь, что вообще ты не зря в этом городе сейчас находишься. Не просто дома, но дома. Классно. Да, сразу такая красота открывается. Да, ну, блин, всё равно каждый день так не погуляешь. Но мы, знаешь, редко гуляем, но метко. Какая погода классная. Да, сегодня идеально вот так совпало. Хоть мы вчера вечером решили, но не знали, что сегодня такая классная погода будет. Да, солнце, это сразу плюс настроению 150 тысяч долларов. Солнце, ты про погоду говоришь? Да. И знаете, что меня удивляет? Мои шутки самые тупые. Меня удивляет то, что самая нежная часть нашего тела – это кожа лица. И при этом это единственное, что остаётся на холоде. То есть не руки, не ноги, знаете, а лицо. И даже у ребёнка маленького тоже. Я не понимаю, почему не придумали ещё никакой девайс, чтобы это всё закрыть. Без вреда для дыхания и зрения, и говорения. Не знаю, вот реально, ну, лицу не холодно. Почему? Нос только замерзает. Я эти места люблю ещё с университетских времён. Помню, мы даже с тобой сюда приходили гулять. Конечно, да, вот когда всё из детства. Х2 любишь. У меня нету такого квадринха, там ещё каким-то местам. Вот именно в ПГ-музеон. Я до университета вообще в ПГ не гулял. Я тоже. Ну, вот это именно с университетских времён. А ещё какие-то места любишь с детства, например. Ну, хотя не факт. Макдональдс. Макдональдс, да. Ну, вот мы ходили в Сокольники погулять в детстве много раз. Но я не могу сказать, что я сейчас прямо рвусь туда. Всё-таки, наверное, вот это место, оно, ну, как-то атмосфернее будет. Всё-таки центр, красиво. Всё так масштабно. Я недавно смотрел, сколько здесь стоит жильё. Расскажи. Очень дорого. Короче, написано вообще то, что от 350 миллионов. Это сколько квадратов? Ой, я даже квадрат не посмотрел, когда увидел эту цену. Но очень красиво. Тут нет маленьких квартир. Я думаю, что минимум 100-120. Да-да-да. Где-то 100-120, наверное. Я не знаю, но так красиво. Мне кажется, вообще они на 20% заполнены. Навряд ли, типа, всё-всё-всё горит. Что значит горит? Я просто вечером проезжал. У меня мысли вперёд паровозы лезут. У меня, знаешь, в голове уже вся картина есть, я озвучиваю только конец. Короче, я вечером проезжал. И ты смотришь, ну, либо, конечно, никого дома нет, либо очень маленькая заселённость. Но такое красивое здание. У них есть каша 350. Но это локация, смотри. Прям видно Парь-Горького. На реку Парь-Горького получается. Но знаете... Прям вот сюда сможет. Третьяковская галерея. Это когда у людей прям очень много денег, имеет место быть, конечно. Но если бы у нас с тобой были бы такие деньги, мы бы, наверное, купили бы, типа, 10 квартир поменьше. Я думаю, что это люди, которые уже купили 10 квартир поменьше, и им ещё надо купить квартиры. Ну да, это вообще ещё уровень такой, что... Одна квартира. Я хочу сказать, что мы с Оском очень такие бережливые в плане денег. То есть нет такого, что у нас есть желание всё, что мы зарабатываем, сразу спускать. В этом есть минус. То есть мы не живём в моменте и не тратим на какие-то хотелки денюжки. Но в этом также большой плюс. Понравилась фраза, что квадратные метры — это твоя старость и благополучие от детей. И это реально так. Может быть, это бред, когда у тебя есть желание не в своеминутное удовольствие тратить деньги, а закладывать на будущее. Но зато потом мы, я думаю, скажем друг другу спасибо за то, что мы так умно в своё время тратили накопленные денюжки. Это я к тому, что наша цель по жизни — не тратить огромные деньги на всякие бренды и прочее-прочее, а по большей степени инвестировать туда, где можно, во-первых, сохранить эти деньги, а во-вторых, приумножить. И это классно. Я это пропагандирую. Хочу, чтобы так делали все и не бесили меня все своими бизнес-классами. Стою, я смотрю на всё это и понимаю, что хотела бы один день забраться на этот корабль и походить там. Если я туда встану, какой масштаб это? Это всего лишь, наверное, его стопа. Или нет? Обалдеть. Ну, очень кажется, конечно, мой штаб. Блин, как я рада, что я в режиме. Видели это? А все живу за столько лет, лет. Пойдем гулять. Ой, девочки, вы хотите гулять? Берите подруг, друзей, парней, кого-нибудь. И ходите гулять, даже если плохая погода. Такой кайф. Уметь большой багажник — это, конечно, плюс. Коляска. Вот прям вот так встает. Можно даже не складывать. Сейчас покажу ещё Карину с Монте. Мы уже затронули гулять. Едем по Фимолу. Смать. Девочки, мы здесь. Правда, не знаю, чем именно мне нравится этот торговый центр. Сейчас буду здесь гулять и вспоминать, что здесь такого классного. Пока что обычно. Я вспомнила, чем мне нравится Фимол. Вот здесь центр очень прикольный. Так свободненько, приятненько. Жду. Красоту всякую скуплю, девчонки. Девчонки, ничего для вас не сняла в магазине. Была увлечена, но обязательно сниму распаковку. Купила себе много капов. Один кулон на шею. И вышло очень дорого. Очень много. Сколько? Давайте посмотрим. Удивлю вас. Ценами в Москве 65 тысяч. Но, скажу честно, взяла много всего. Поэтому, в целом, цена норм. Убажаю, как он пьет. Убежитожаю. Украшения куплены. И, в целом, больше ничего мне не хотелось здесь делать. Самое ужасное, это то, что, когда я живу дома, я думаю, о, как много, мне всего надо купить. Была бы я в торговом центре, обязательно себе что-то бы купила. Прихожу в торговый центр и ничего не купила. Украшения, которые ты купила, сказал уже на какую сумму? Да, конечно. 65 тысяч. А что там? Это вообще серебро или это просто аксессуар? Нет, там есть серебро тоже. Но там есть еще и не серебро, а бижут какая-то. Слушайте, я просто начала носить вот твой подарок, который ты мне подарил. И я понимаю, что они вкручиваются и выкручиваются долго. Поэтому я не хочу их менять на какие-то сережки другие, типа выкручивать, вкручивать. Поэтому я взяла себе много кафов, которые вот сюда прицепляются. Прицепляются вот сюда. И это и будет моим способом разнообразить образ. Просто прекрасно. Спасибо тебе за... Да, потом покажу. Да, спасибо. Вот, не знаю. Нужно ли нам что-то еще? Ну, мы уже спустились к парковке. Да нет, наверное. В принципе, все онлайн покупаю. Реально, маркетплейсы заменили вот такой вот... Поход в торговый центр. Но иногда прикольно вот так пощупать. Не хочется украшения покупать. А елочку когда будем ставить, смотри? Елочку. Если честно, я думала, чтобы уже 1 декабря стояло. Надо найти елочку и того человека, кто украсит мне ее. Потому что я не хочу этим заниматься. Я делаю, очевидно, плохо. Меня потом никогда не нравится. Вот так выглядит. Я думаю, вы узнали эти полы. Мы приехали в гости. Сладость. Это комфортная скорость. Скажу так. Для таких ползаний. Догоняй. Так, девчонки. Мы закругляемся. Решили сегодня после торгового центра не ехать домой. По-моему, у меня здесь душ. Приехали посидеть родители Ильховска. Сейчас поужинали, посидели пару часиков. Едем домой. Однозначно сегодня был очень хороший день. Прям идеальный выходной. Я этому очень рада. Я с вами не прощаюсь. Я еще хочу распаковать то, что я купила. Так что, встретимся на распаковке. Так, девчонки. Обещанная распаковка. Ну, еще, наверное, с самого такого дорогого и увесистого. Я очень много колец повыбирала. Но в итоге их не взяла. Потому что у меня не было такого. Точно надо. Точно хочу. Красота. Вот так это выглядит. Вот. Видите? Конечно, упаковка у них тысячи две. Как будто стоит по ощущениям. Мы могли бы просто так скидку сделать и мне в мешочки отдать. Ну, ладно. Это я понимаю, что, типа, влияет на бренд. Все равно прикольно. Но куда это сейчас пойдет, девочки? Конечно. В мусорку. В общем, история такая. Это кулон. Прикольно, что его можно носить, как мне показалось, удобно двумя сторонами. Такой более коричневый оттенок. Янтарь. Красивая сторона. И более нейтральная, если я захочу что-то на себе, на шее повесить. Но при этом, например, серебром. Так что вот. Такая штучка у меня теперь есть. И второй пакетик. Здесь в основном, по-моему, кафы. Так как я в итоге не взяла ни одного кольца. Но я взяла много кафов. И я вам уже объяснила причину, почему. Сейчас хочу вам показать все. Вот такой черненький. Кафы надеваются вот так. Я вообще считаю, что кафы очень недооценены. Потому что, на мой взгляд, это очень удобный формат украшений. Не надо для этого протыкаться нигде. Плюс в целом. Ну вот я хочу носить много чего на ушах. Но я не хочу делать себе лишние какие-то дополнительные дырочки. И вот таким образом, конечно, очень классно можно дополнять образ. Ну и в целом, как бы это тебе добавляет стиля. Ну так не смотрите, это просто так я ставила. Так, что у нас тут? Каф, кстати, на левое ушко единственный. На правое он не носится. Тоже такая интересная штука. Как будто, знаете, такое идет обвитие у ушка. Тоже достаточно прикольно. Еще один маленький кафчик. Вообще, я больше люблю украшения из серебра. Мне кажется, у меня и все сумки с серебром. Так не особо много чего-то золотого. Поэтому у меня в этом и был уклон. Шоппинги последним. Их прикольно можно вместе носить. Единственное, что на некоторых местах они прям сжимают ушко. И оно у меня на интервью. Я сижу в кафе. У меня все ухо красное. Думаю, ну вообще, капец. Вроде красивый хочешь выйти, а в итоге получилась фигня. Ну вот это да-да-нет-нет. Если обратите внимание, у меня там уши горят просто. Одноточнее. Так, ну я не буду все надевать. Я просто вам покажу, что я купила много разных кафчиков. Обычные какие-то серебристые. Мне на повседневную носку. Я давно хотела. Несмотря на то, что я потратила очень много. 65 тысяч рублей. Но я взяла недорогие айтемы, так сказать. Вот это по 5 тысяч стоит. Но это вроде как серебро настоящее. Поэтому как бы... Ну, не хухры-мухры. Мне нравится, что их можно вместе носить. Они вот похожи все между собой. Классно будут сочетаться в образах. И прям хочу себе сделать такое правило. Если я и ленюсь менять, постоянно снимать сережки мои вот такие вот, то хотя бы это можно уж надевать каждый раз разное. Но одно вот золотое я все равно взяла. Потому что у меня бывает такое, что какой-то золотой образ тоже прикольно выглядит. Короче, не знаю, прям мое. И вот такое еще. Последние, девчонки, вот такой. Блин, я же его в итоге не взяла. Я же вроде не захотела его выбрать. Или захотела. Ну ладно, вроде прикольный. Просто, по-моему, я такая, типа, нет, его я брать не буду. А в итоге он у меня есть. Это был какой-то ход. Что я купила больше? Ну ладно. Он симпатичный. Просто мне показалось, что у меня великоват. Ну ладно. Вот такая вот история. Спасибо большое, что посмотрели мою распаковку. Кстати, забыла показать вам еще раз показываю украшения. Мою последнюю обновочку. Вот купила еще пакетик даже есть. Кольцо. Я вообще, мне кажется, готова прийти к тому, чтобы коллекционировать какие-то такие штуки, украшения. То есть чуть-чуть, возможно, подороже брать, нежели чем вот бежуху из эйчика просто. Почему? Потому что у всех есть какие-то вещи, которые они коллекционируют. И почему у меня это не могут быть украшения? Хочется не бездумно покупать всякую фигню, а что-то уникальное. Например, вот это кольцо. Здесь написано арт, артист и еще какие-то слова. И мне это понравилось. То есть это как-то олицетворяет меня тоже. Ну прикольно. Вот это тоже типа эксклюзивно. Супер там вообще камень нереальный. Покупался на акционе. Я подумала, ну ладно. И вот буду коллекционировать украшения. Потому что хочется. Во-первых, это украсит любой образ. А во-вторых, это не тупая какая-то коллекция у меня будет. Потому что она не будет, знаете, просто пылиться. За бешеные деньги ты покупаешь и ничего как бы у тебя не происходит. А это реально то, что ты носишь. То, что радует тебя. Уж не знаю. Надеюсь, у меня получится не забивать на украшения. Потому что, честно, иногда, когда у тебя и так большой уровень подготовки к дню, типа ты должен проснуться, помыться, сделать макияж, собрать аутфит, собрать сына, собрать дорогу, то, что надо. Особенно, когда ты выходишь куда-то на важное мероприятие, тебе надо очень красиво выглядеть или в путешествии. Тут тебе еще добавляются собрать сумку, собрать второй аутфит. Я не знаю, что угодно. И еще продумать детали украшений каких-то вот таких. И на это у меня уже не хватает времени. То есть я могу покупать сколько угодно украшений, но по итогу забываю и забиваю на них. Но это, конечно, не очень хорошо. Поэтому я надеюсь, что если я буду покупать украшения подороже, я буду о них больше вспоминать. Потому что есть у меня какая-то деформация в мозгу. Типа, ну раз дорогое, значит, не надо точно. Ну вот какая-то фигня. Какой-то гномик у меня сидит в голове и фигню несет, а я его слушаю. Ну, в общем, вы поняли. Поэтому буду коллекционировать. Хочу в ближайшее время еще в несколько магазинов сходить, грабануть, так сказать. Но покупаю достаточно обдуманно. То есть как будто бы взвешиваю, сезая против. И получается такая красота. Вот она пальчики вот так сидит. Прикольное сердечко. И оно такое увесистое. Я вообще люблю очень сильно кольца. Браслеты вообще не люблю, потому что у меня в основном все мои какие-то кофты, свитерочки, они вот такие. И ничего не видно. Поэтому как будто для меня вообще бессмысленные покупки. Я все, что очень прям люблю, это кольца и были сережки. Но сережки сейчас немножко тяжело мне выкручивать, как я и сказала. Поэтому, наверное, кафы заменят любовь к серьгам. Хотя мне все равно, конечно, не надо лениться. Их выкручивать, да господи, 20 секунд. Просто, опять же, иногда просто не до этого. Ну и все, девчонки, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что посмотрели этот влог. Ставьте лайк, пишите комментарии. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok